Большое искусство за маленькие деньги – это не про них. Проспект Кирова – самое популярное место среди уличных музыкантов. В сутки эти ребята могут заработать несколько тысяч рублей. Самый большой доход – на 9 мая. Для того, чтобы играть на улице, не требуется образование и даже талант не самое главное. Почитателей находят в основном среди молодежи. Вот только жители близлежащих домов зачастую вызывают милицию. Люди жалуются, что не нравятся наши песни. Мы исполняем рок в основном. Много раз нас забирали. Я сидел даже 15 суток за это. Ну, там мне несколько статей. Аморальное поведение, антисоциальные песни, упрошайничьи. Там очень много статей мне сразу записали. Я прожектором рукой Раздеваю детку ночь Чаще всего поют старый рок. У большинства – неоконченное музыкальное образование. Такой легкий способ заработать деньги интересует многих. На проспекте играют не они одни. На уличную жизнь даже кризис не повлиял. Деньги подают всегда. За пять минут игры музыканты заработали 30 рублей. Раньше лучше было. А сейчас стало все. С каждым днем все хуже и хуже. Я думаю, не из-за кризиса. Я думаю, просто люди перестали слушаться. Раньше им было как-то интересно, возможно. А сейчас надоело, скорее всего. И мы надоели уже. Константин Петрунин уже 10 лет зарабатывает деньги на улице. Только на многолюдном проспекте с консерваторским образованием стоять ему стыдно. Если едет машина похоронная и еще с кем-то разъезжается, а такое часто бывает, есть место куда-то идти назад. На кладбищах играют только по праздникам. На родительское и 9 мая здесь собирается 30-40 музыкантов. Иногда устраивают даже соревнования, кто больше заработает. Играя на чувствах скорбящих, музыкант Константин Петрунин часто выигрывает. За один день он получал больше 4 тысяч рублей. Чтобы опять-таки не было проблем, я играю и мурку, и все, что попросят. Мне это не нравится очень, потому что мне стыдно. Еще не было такого дня, чтобы я играл, и у меня не было проблем с каким-нибудь пьяным человеком. Пытались в машину посадить, скрипку забирали, кидали в багажник. Одни ступают на музыкальную панель по велению души, другие ради денег. И в том и в другом случае чаще всего для музыкантов игра на улице превращается в стиль жизни. Попрошайничают они их только там, где их любят, и до тех пор, пока самим не надоест. Екатерина Савина, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.